Здравствуйте дорогие друзья! В этом году я посадила около 40 сортов томатов. Среди них есть редкие коллекционные сорта, а также обычные, но которые я выращиваю впервые. В своих следующих видео я расскажу о каждом сорте подробнее и поделюсь своими впечатлениями о них. Начиная с середины июля идет первая волна отдачи урожая тепличных томатов. Первые баночки кетчупа я закрыла вот из этих двух ящиков помидоров, собранных 19 июля. А третий ящик оставила на семена. Здесь 35 сортов томатов. Я помидоры пронумеровала и записала их расшифровку в журнал. Следующие два ящика собрала уже через два дня, 22 июля. Здесь большое разнообразие сортов и цветов томатов от зеленых до черных. Вчера, 26 июля, собрала три ящика помидоров. Здесь созрели самые крупные сорта. Это вишневый отзуси, самбол полосатый, большой полосатый кабан, кел красный и зеленый, гном жар птица и многие другие. Обязательно о каждом из них расскажу подробнее чуть позже в следующих видео. Сейчас в горячую пору заготовок просто физически не успеваю монтировать ролики. Первая волна урожая томатов прошла. В общей сложности я собрала 8 ящиков томатов с 50 корней в течение 8 дней. Думаю, это неплохой результат. Я довольна. Теперь нужно подготовить томаты ко второй волне дружной отдачи урожая. Вчера, после сбора созревших плодов, хорошо полила растения через систему капельного полива. Сегодня подкормлю удобрением барафоска, а вечером опрыскаю бурной кислотой. То есть подготовлю их к наращиванию оставшихся плодов и завязыванию новых. Вторая волна будет дней через 10-15. Это не значит, что мы будем совсем без помидоров это время. На кустах есть много бурых плодов, которые мы будем собирать для свежего потребления по мере их созревания. Но вот такой массовый сбор ожидаю где-то через 2 недели. За это время дважды подкормлю свои томаты. Первый раз барафоской, второй монофосфатом калия. В каждый второй полив добавляю жидкий гумат калия и опрыскаю по листу борной кислотой, молоком с йодом и ацетатом кальция от вершинной гнили, о приготовлении которого рассказывала ранее. Ссылки в описании. Опрыскивание по листу провожу через каждые 5 дней, меняя очередность препаратов. Это коротко о нашем июльском урожае томатов. Всем здоровья, отличной погоды и хороших урожаев!